так ну что возвращаемся так я смотрю здесь вот на эту часть побережье мы уже контролируем поэтому давайте переведем вот сюда соответственно армию мы направим сюда и сделаем вторжение где нибудь вот здесь армия все еще передислоцируется вот на этом фронте самое главное что враг то уже здесь и он сейчас может нас отбросить обратно и армиям тогда придется опять передислоцироваться это раздражает прям вот не до конца проработана эта механика так смотрим что у нас производством может целых две страницы полностью заполняем своим производством отлично нас угольные шахты идут небоскреб и все остальное угольные шахты давайте посмотрим что у нас творится с нашим рынком нас не хватает шелка каучука давайте посмотрим что-то сделать в этом направлении шелк у нас есть кисю где не хватает инфраструктуры на инфраструктуру мы добавим чуть позже давайте добавим сюда десяток плантации шелковых так у нас дефицит в 300 единиц каждая и плантация дает 20 надо еще десятка чтобы иметь запас 5 сюда 5 сюда окей и там было а каучук 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 да с каучуком у нас не очень хорошо вот когда мы выбираем регион из этого меню до находясь вот строительстве каучуковых плантации до любую любого вот здания которые мы здесь выбираем тут когда мы нажимаем назад мы не попадаем вот на этот экран мы попадаем на то что у нас было открыто до этого это раздражает это прям я не знаю монет них как не исправит так назначат ветреный берег гана и конго я так предполагаю что везде у них проблемы с квалификациями мы попробуем добавить им по паре университетов ветреный берег гана и конго все это я добавил в начало очереди давайте мы немножко ее теперь подправим да и сразу видно если до этого мы полностью закрывали два экрана то теперь только полтора почему потому что в этих областях низкая эффективность строительства так а я не то выбрала правительственное здание вместо университетов а и инфраструктуру забыли раз два три раз два раз два приносим это в начало очереди хорошо возвращаемся в нашу военную нашего делам военным армия наконец прибыла на этот фронт две еще движутся то есть одна наша армия прибывшая на этот фронт сразу же нам исправила огромный минус на огромный плюс стервятники над трупом дворяне оппортунисты перешли на сторону группы профсоюзы да будет так привлекательность заинтересованы группы профсоюзов увеличивается на 20 дворяне теряют 20 процентов либо профсоюзы получают 10 дворяне теряют 10 но мы за это платим бюрократии 5 процентов не давай меня устраивает что дворяне будут терять свою привлекательность кстати я блин полностью переустановил викторию а уж меня задолбал в этот самый постоянно слетает кнопка назад на мышке вы когда каждый раз когда я захожу в игру не помогло все равно это продолжает происходить такой бак прямо устойчивый так у нас есть запас по бюрократии давайте мы поднимемся на институт системы здравоохранения так у нас что стоит сейчас какой закон индивидуальная да ok потому что он дает силу мелким буржуа а не религиозным так что он не устраивает такой вариант что мы поднимаем этот институт армия приближается опять-таки я жду да когда она будет уже близко к этому к этой точке и тогда мы сразу начнем вторжение великобритания тут с кем-то воюет нигерское религиозное восстание вот мы видим этот флот прошел мимо то есть можно начинать наше наше вторжение давайте куда-нибудь сюда и вот мы смотрим там есть небольшая арм нет флота не сюда успели подогнать и небольшая армия тоже имеется но успешное морское вторжение это где пекин мы наконец вторгнулись отлично франция тут тоже начинает дай нам договорной порт в регионе камбоджа мы контролируем их столицу воинственность 0 так что в принципе сейчас они начнут терять свое желание воевать вставляем все наши требования смотрим минус 852 оп уже плюс 9 они готовы потому что мы контролируем все наши военные цели мы контролируем их столицу ничего удивительного нет что они готовы сдаться все цели я выбрал предложить мир договор подписан соединение не могут достичь цели неудачное морское вторжение дает все сейчас отправить наши войска по своим базам прикольно я даже не обратил внимание что мы таким образом вкусе от соединили кусок китая от их основной территории ну правда это не самый важный кусок но все равно получилось так опять здесь глюк а тут невидимая иконка класс я не хочу православного сил они так много личный либерализм авторитаризм окей может быть тогда это исправит данный глюк смотреть и вот мы завершили запись владыка востока власть над областью внешняя маньчжурия позволит наконец-то осуществить давнюю российскую мечту о доминионе в тихом океане город владивосток станет нашей основной базой на востоке порт можно считать лучшим из всех он многим напомнит залив ольги но только меньше и меньше его уютнее теплее и веселее впрочем те же дубы кругом те же карт те же картинные горы внизменных в низменностях речки журчат в берегах много ключей бьет на днях поставленный пост наши бел на днях поставленный пост наш белыми платками палатками хорошо глядится в группе еще не вырубленных и еще только расчищенных дубовых деревьев блин не знаю почему у меня такую проблему вызвал прочитать этот маленький отрыв со всей поспешностью перебазировать туда сибирские флотилии внешняя маньчжурия получит модификатор владыка востока перманентно плюс 5 процентов в политической силе группы вооруженные силы плюс 2 к максимальному уровню военно-морских баз плюс 15 процентов от товарооборот военно-морских баз и россия получит модификатор демонстрация силы в тихом океане на пять лет плюс 10 процентов престиж от демонстрации силы флота либо 2 опция владивосток станет лучшим портом нашей страны внешняя маньчжурия получит модификатор владыка мосток воду владыка востока перманентно плюс 5 процентов политической силе группы промышленники плюс 2 максимальный уровень портов плюс 15 процентов товарооборотов портов и плюс 2 процента из группы населения высший класс станут лояльными я думаю что мы выберем вторую опцию до лояльность товарооборот хорошие модификаторы китай как похудел так нам нужно сбросить производственные методы вот здесь так что у нас включенными областями о южная маньчжурия 1000 единиц бюрократии чтобы их включить остальные он там 20 40 80 до а тут 1000 единиц включаем я думаю что надо включить и гаяну далмация на это тоже добавим кристину ok ты тут расщедрился что-то так возвращаемся к нашему строительному экрану принципе угольные шахты уже опять вернулись в список университет стоят постепенно строятся железные дороги полковые плантации не великобритания не франции не хотят нашей помощи я думаю что какой будет наш следующий ход япония мы можем сделать их протекторатом это будет стоить нам 56 единиц дурной славы принципе если опустить до нуля наш уровень дурной славы потом сделать протекторат из японии может быть что-то из этого и получится но пока что мы будем заниматься нашей экономикой так а я не добавлял им репарации да нет доминион марионетка военных репараций у нас нет тем не менее у нас хороший доход от наших миллионов 92000 давайте посмотрим что мы можем с этим сделать мы можем брать любительский налог с перевозок так что у нас спариваемое правительство в другую сторону давайте снизим налоги французская республика стремится ухудшить наши отношения законы о бедняках не одобряют дворяне минус 20 процентов к социальным выплат выплат плюс 20 процентов к социальным выплатам минус 15 процентов к политической силе при получении социальных выплат давайте мы попробуем провести закон социальной защите возможно это нам поможет снизить накал страстей здесь контролируемая территория просто нечто не должно быть столько технология броненосец открыто так это мы можем значит а порты мы пока нибудь не можем поменять железные дороги можно перевести на публичную собственность вроде бы по будет прибыль и конечно лучше всего государственное управление вот я мое личное мнение это я так группа православные требуют немедленного вмешательства группа православные я его заявляет что больше не в силах терпеть продажное правительство они составили список требований и прибили его к дверям здания администрации почему нельзя было это минуту назад сделать получив вот эти вот плюс 5 мы бы смогли спокойно начать принять всеобщее избирательное право в принципе мы его и так можем начать нам ничто особо не мешает отменить этот закон и начать тот плевать чего они требуют не ну мы выберем безусловно первую опцию которая дает плюс к одобрению а не минус да это даст им дополнительную политическую силу но и не думаю что это будет такой большой проблемой потеряете весь прогресс не сможете при нем предпринять за повторную попытку принять закон течение 730 дней ok и вот мы видим что теперь это никого не радикализирует ну попробуем так англия нет не хочет еще окей вставляем как есть технология магазина распространяется лично мы как раз ее изучаем так что это хорошее совпадение ну может не очень хорошие с другой стороны две технологии изучать параллельно было бы наверно выгоднее но мне кажется что по итогу одинаковая скорость получения технологий в нашей стране образованы новые партии союз русского народа из православных в результате получается одинаковая скорость да потому что либо вы получите две технологии чуть позже либо одну технологию чуть быстрее потом вторую соответственно чуть позже ну как бы плюс-минус на то и выходит так назад подходит уже концу наш список строительства поэтому нужно посмотреть чего у нас не хватает у нас не хватает инструментов одежды зерна вот эти три параметра нужно улучшать безусловно так маковые плантации таджикистане это отлично это мы потом тоже будем строить надо проверить наши мобилизационные ресурсы потому что опиум как раз пользуется одно из использований это мобилизационных ресурсах так 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 где одежда одежда нам нужны лестно железные дороги но они строятся так что не проблема давайте мы сосредоточим текстильные фабрики в курске у нас сейчас максимальный уровень 50 уже отлично тогда мы можем сделать 20 30 уровней курске текстильных фабрик я пока добавил в конец очереди в принципе там уже не так много времени осталось до того как мы начнем делать и второе нам нужно это инструмент инструмент где у нас основной инструмент в москве давайте доведем до 50 тоже в конец очереди а теперь просто несколько передвинем начала три здесь и три здесь постепенно они начали улучшать нашу ситуацию больше все угольные шахты там потребует практически все потребляет инструмент так что это хорошие технологии хорошие страдания которое нам поможет улучшить нашу экономическую ситуацию айнское отделение риск для области сахалин интересно так у нас осталась какая-то армия здесь непонятно висящая в маньчжурии давайте мы ее передадим телерии и пехота но отправляйся в дунайскую армию вас у тебя есть артиллерии плота лишнего мы не получили черноморский флот отправляем свою базу американский флот пока оставим здесь он возможно понадобится на сахалине хотя по идее нет у нас есть здесь есть перешейк с хоккайдо не должен понадобиться но все адмиралы на месте так что пускай стоит страшного в этом нет небоскреб почти готов опять-таки то товарооборот правительственных ведомств это хорошо запись завершена но ничего принципиального второй вариант это 25 процентов к заполненности торговых путей ну опять-таки это отлично нет на самом деле это обе опции этот большой плюс но как бы ничего прям такого сверх критического критического в этом нет дотянуться до небес строительство небоскреба в городе харьков области луганск завершено пока подобных ему гигантов в мире нет и в величественный силуэт на горизонте вдохновляет всех то есть мы первые кто построил небоскреб круто российские российской архитектуре нет равных россия получит модификатор дотянуться до небес плюс 25 престижу и архитекторы первопроходцы плюс 50 престижу великолепно законы о бедняках он тоже начинают поднимать движение держка групп населения радикализм поддерживающих радикалов но здесь при этом нет вот того модификатора что отмены принятия закона то есть это все-таки видимо когда мы отрекались от трона и там в том событии что ли было заложено этот модификатор сохранение закона голосуют богатые да интересно раз уж мы начали принимать этот закон надо вернуть агитаторов так всеобщее избирательное право обожание 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 честность образованность радикализма подаем агитатора чтобы он нам помог поднять шанс принятия закона технология философский прагматизм открыто плюс 10 процентов количество влияния минус 5 процентов к множителю затрат бюрократии на население лично так улучшает отношения давайте будем в ответ улучшать стараемся пока не разрывать полностью дипломатические связи владимир сорокин при не появился в россии он присоединится движению за сохранение закона голосуют богатые сейчас они нам в ответную революцию устроит позиции видская позитивистская церковь владимир сорокин последователь философии пати позитивизма основал позитивистскую церковь россии в области луганск церковные службы стали местом встречи позиции позитивистских мыслителей название то какое интересное учреждение мелкий буржуа получат модификатор влияния позитивизма плюс 10 процентов политической силе группы луганск получат доступность образования плюс 10 процентов плюс 10 процентов квалификации плюс 20 процентов кардикализации от снижения уровня жизни влияние позитивистов увеличится на 20 либо очередной причудливый мимолетный культ мелкий буржуа получит модификатор борьба с влиянием позитивизм плюс 5 процентов политической силе заинтересованные группы минус 2 к одобрению луганск получат 5 процентов к доступности и калиф образований 5 процентов квалификации и плюс 10 процентов крадикализма зации от снижения уровня жизни влияние позитивистов увеличится на 5 вообще позитивисты интересное движение идеология они продвигают президентскую республику но в принципе согласно на парламентскую республику они против теократии советской республики и монархии при этом они поддерживают государственный атеизм это их основное будет движение за либо полное разделение либо государственный атеизм в законах о церкви они также поддерживают технократию однопартийное государство и голосуют богатые безразличия к автократии и олигархии несогласия сильное несогласие с всеобщим избирательным поларао вот это будет конфликтовать с тем что мы сейчас принимаем отношения так бюрократии они готовы поддерживать назначаемых чиновников чиновников но против избираемых и тем более потомственных в принципе движение позитивистов можно использовать для либерализации то есть вообще не знаю мне кажется она должна была раньше начаться возможно завязано какие-то технологии я что-то кстати не проверял но суть в том что они помогают нам они могут нам помочь избавиться от влияния церкви поэтому мы будем их поддерживать а вот что делать теперь с этим знакомо закона законом я пока нет не знаю может быть мы сможем принять этот и потом тут же переключиться на другой было бы неплохо так ну мы смотрим что наша очередь строительства да уже дошла до текстильных фабрик так что все у нас и движется постепенно закулисные сделки вроде бы придя к мнению по вопросу селя не резко пересмотрели свое отношение к закону всеобще всеобщее избирательное право олег иванов утверждает что за тайным сговором стоит владимир сорокин сообщите прессе коррупцию надо искоренить минус 10 к политической силе заинтересованной группы минус 10 процентов шанс успешного принятия закона вернуться к обсуждению закона минус 10 процентов привлекательности заинтересованных групп минус 10 популярности минус 5 процентов шанс успешного утверждения либо коррупция это еще один инструмент мы получим заминки одну заминку минус 15 процентов к сроку утверждения и минус 5 процентов к авторитету давайте выберем третью опцию смотрим что из этого получится а не отделились так а американской армии ты чё здесь делаешь в америку так охотская армия мобилизовать править на фронт и тогда можно африканских африканских в африку храм и человечество патист позитивистская церковь россии подала прошение о строительстве еще одной церкви в областях пермь предлагаемый храм человечества станет важным центром деятельности позитивистов хуже от этого не будет пермь получит доступность образования квалификации по 10 процентов каждой 20 процентов к радикализации от снижения уровня жизни влияние позитивистов увеличится на 10 либо мы не дадим им сеять беспорядок в области пермь промышленники получат минус 2 к одобрению влияние позитивистов уменьшится на 10 нет выберем первую опцию и еще я забыл да это вот у нас есть запись в дневнике позитивистский этап где мы можем либо поддержать позитивистскую философию либо подавить если мы будем их поддерживать то низший класс будет становиться более радикальным но при этом влияние позитивистов увеличиваться ну и повторное решение через год доступно будет если мы будем подавлять то влияние позитивистов уменьшится на 10 средний класс будет остановиться более радикальным что нам дает вот этот прогресс да там на 10 на 20 где-то увеличивается где-то уменьшается он заполняет вот эту шкалу и как только простей полоска достигнет 100 процентов условия будет выполнено и мы получим эффектив эффекты этого события будут усилены из-за текущего влияния позитивистов запускает события позитиве позитивная эпоха если же истечет 9 лет и мамы не сможем довести этот показатель до 100 до 100 процентов то произойдет затянут занятный культ и эффекты от этого события останутся неизменными из-за текущего влияния позитивистов то это значит то есть если мы доведем до 100 процентов течение девяти лет позитивистская эпоха будет но произойдет от события и она просто скажет что ну она там даст какие-то бонусы и скажет что большее количество лидеров разных заинтересованных групп будут придерживаться именно политики позитивизма что у нас в принципе по на данном этапе вполне устраивает так что мы будем их поддерживать и в событиях стараться выбирать эту опцию где их движение будет продвигаться не всегда потому что иногда но бы их поддержка может нам противоречь нашим другим интересам посмотрим так аинское восстание окей здесь мы действуем здесь мы строим давайте посмотрим что нам еще нужно мы с инструментом и строим но инструментом нужна сталь поэтому нужно добавить очередь еще сталь в москве десяточку в перми луганске шо давайте проверим железные дороги как у нас с инфраструктуры надо добавить я думаю что в москве нужно добавить с учетом того сколько мы там сейчас строим так кисю плюс 9 давайте все еще одна добавим и в киеве и в перми там где идет активное строительство лучше заранее планировать увеличение количества железных дорог каждая железная дорога дает плюс 20 к инфраструктуре строительство зданий каждая нужно смотреть отдельно допустим стали литейные заводы на к за каждый уровень мы получаем плюс 3 к использованию инфраструктуры то есть плюс 10 железных дорог в москве даст из расходует 30 единиц инфраструктуры то есть мы получим минус 22 надо даже два уровня в москве добавить в принципе такой вот математикой можно заниматься ну заранее я обычно реагирую постфактур не слишком заморачиваться вот они все тут есть лично так но мы все еще ждем когда у нас снизится наш уровень дурной слава потому что пока что я все-таки не хочу слишком нагнетать обстановку но тем не менее мы уже можем уже можем немножко расширить нашу армию деньги у нас на это вроде как имеются частности защитную армию чтобы быть готовыми когда мы перейдем прям к активной фазе уже противостояние то сейчас я уже готов там до 50 спокойно выше 50 ну если что-то интересное будет тоже готов готов уже прыгать а так до 100 единиц надо стараться пока что держать потому что выше 100 единиц она за нами начнет начнется конкретная охота но мы пока что к ней не совсем готовы так давайте посмотрим где у нас москва южная маньчжури столько там доступно крестьян ух лично москва уже где-то ниже опустилась потому что мы там активно строимся да и расходы много много рабочей силы с помню мы же наша столица в луганске они в москве так там было 50 давайте раз 20 30 40 50 100 и того будет 100 батальонов в этой армии он здесь армии то я правильно выбрал до защитная балтика окей так как казарма кстати расходуют инфраструктуру плюс 0 использование инфраструктуры за уровень плюс 0 это значит там ноль целых сколько-то сотых десятых эти проверим вот мы видим что 42 казармы используют 8 инфраструктуры это получается одна инфраструктура за 5 казарм 1 инфраструктура за 5 казарм мы строим их 50 то есть 10 инфраструктуры мы потратим но у нас тут еще до запас еще тут есть так и к соответственно казарма я добавил в конец очереди потому что на это не срочно выпрямить экономику постараться избавиться от дефицитов это гораздо важнее давайте проверим есть у нас возможность каучук построить нет у нас там еще серый не хватало накистью отлично есть возможность и забайкалье тоже мы можем расширять наши рудники я добавлю по 10 конец очереди и потом парочку принесу в начало политика раздоров владимир сорокин и его сторонники провели агрессивную кампанию по очернению законов всеобщее избирательное право теперь члены группы интеллигент не могут прийти к единому мнению о его необходимости найти компромисс между фракциями минус 10 процентов политической силе интеллигентов плюс 2 к одобрению заинтересованной группы плюс минус 10 процентов шанс успешного утверждения закона плюс 4 миллиона плейлистов было бы неплохо сохранение закона голосуют богатые плюс 6 миллионов плейлистов интересно с 25 мая 1886 года количество и листов изменилось на плюс 3 миллиона 600 тысяч при том что у нас их всего 970 тысяч нормально так вернуться к обсуждению минус 20 процентов политической силе заинтересованные группы интеллигенты минус 5 процентов шанс утверждения найти слабое звено и расшатать их ряды сорокин минус 10 процентов привлекательно заинтересованные группы интеллигенты минус 30 процентов политической силе заинтересованные группы минус 15 процентов шанс принятия закона вот если мы отменим до 5 то вот здесь радикализация опять радикализм опять вырастет а если закон просто не сможет быть принятым тоже интересно радикалином сразу резко вырастет или нет то есть возможно нам наоборот лучше выбирать опции где максимальное снижение шанса принятия чтобы сохранить то что есть я уберу первую опцию она дает до самый маленький штраф к заинтересно политической силе интеллигентов и плюс еще дает их одобрение опробуем такую вот такой вариант я хотел шахты немножко приподнять забайкале что у нас тут еще в дефиците красители сталь двигатели технология магазины открыта лично сюда где-то наши оружейные магазины магазинные винтовки переключаемся публичные компании пока что не выгодно использование продвинутых производственных методов пока что нам тоже скорее всего не даст никакой ощутимой прибыли да то есть мы видим что никаких плюсов мы от этого не получим вот здесь уже интереснее здесь будет годовая производительность на сотрудника вырастет но общий недельный баланс снизится мы увеличим потребление древесины угля и стали в основном угля снизим рабочие руки что для нас не критично у нас рабочих рук хватает давайте пока не будем этого делать механизированные ткацкие станки увеличит выход продукции но увеличит потребление инструментов ткани красителей и шелка так улучшенное одобрение надо включить безусловно и можно включить публичную кампанию инструменты мы пока еще не все перевели на использование каучука потому что у нас сама у каучука очень мало так мы можем открыть еще один еще много регионов наверное даже сможем все покрыть и остался средний запад которому у нас пока нет доступа так до колонии наши развиваются мы их здесь не видим потому что у нас есть активная война поэтому в это время не видны те колонии в этом списке которые уже существуют выборы завершились так и выборы принесли нам усиление нашей действующей партии партия мирного реновации партия мирной реновации это хорошо посмотрим что из этого все получится так здесь мы строим пупа продукты стекло красители сити ли это кисю но мы увидим что на кисю закончились квалификации что нам не хватает квалифицированных сотрудников там есть университет 10 уровня в 11 уровней университета 181 процент квалификации то есть она там есть и они будут постепенно получать но просто скорость недостаточная на данный момент не хватает капиталистов что у нас с квалификациями в южной маньчжурии где у нас полно людей неплохо но на данный момент все квалификации есть но здесь пока не так много их и требуется добавить 10 университетов в очередь в южную маньчжурию в конец очереди и мы начнем развивать этот регион построим здесь все шахты пока что по 10 лесозаготовки тут и так уже имеются эти приоритет на обычную древесину поставим перевозок тут нету тут нужно будет добавить железную дорогу сразу несколько уровней потому что мы много будем строить добавим сюда так тут есть свой свинец там можно стеклозавода солилитейные и моторных все это в конце очереди что дойдем до этого не сразу семейное дело университет в области мазобия сообщает о неординарной ситуации известно что кто-то там обучает тех там сына но с недавних пор тот открыто симпатизирует идеям которые высказывает владимир сорокин за столом родные люди должны уважать мнение друг друга россия получает модификатор семейные проблемы пока идет принятие закона всеобщее избирательное право минус 5 процентов к шансу успешного утверждения и виктор долгоруков получит минус 10 популярность но видимо вот здесь вот должен быть именно виктор долгоруков лидер интеллигентов пора ему поговорить с розами ушка пам пора ему поговорить с розами уж они-то все объяснят как надо виктор долгоруков получит проблемное дитя перманентно минус 30 к популярности дать выберем вторую опцию воспитывать надо детей так здравоохранение прогрессирует отлично дорога инструмент сталь он пойдут казармы все хорошо все мы постепенно постепенно сейчас будем набирать обороты вот видно прямо до бума медленный медленный рост оттуда прям в скакнули первую очередь это конечно вот переход на третий режим сооружение стальными раторами ну и помимо этого просто то что мы заранее заготавливали себе базу постепенно нам позволяла увеличивать наш ввп мы постепенно росли и тут он резко скакать начинает идти вверх потому что мы заранее все подготовили у нас все хорошо есть строительство идет предприятие открываются ну и конечно же не нужно забывать что завоевание они также приводят к росту ввп так у нас закончилось закончилось восстание нужно сбросить здесь производственные методы на хоккайдо простой земледелец мне используем и до подобрений до бразилия предложить стать субъектом никто не участвует спасибо за это что за подарок на путь такой решили сделать бразилия бразильский мятеж капиталистов правительство интеллигенты промышленники профсоюзы интересно комбинация так нужно сюда войска прислать дунайская армия вперед будем надеяться ты успеешь давай на этот фронт и флот мы тоже пришлем поддерживать африканскую армию мы отправим это прям неожиданно так но приятно с другой стороны мы уже там да вот здесь делали выделение страны то есть два две дополнительных страны которые я уже забыл переключаясь тут то здесь играют в отдельных оффлайновых играх до забываешь какой игре что происходило плюс время проходит между записями поэтому да но это прямо очень хорошо остатки бразилии мы сейчас себе подчиним вот смотри ка здесь даже эти а нет наоборот мы за красных играем это не успеем с наверно ничего страшного затыкание спикера умело используя предложение по запрету прений а порой откровенно злоупотребляя имя владимир сорокин и его сторонники заблокировали дальнейшее обсуждение закона всеобщее избирательное право возможно пора отменить запрет прений там все 70 процентов промышленники получают плюс 10 привлекательности заинтересованной группы 30 процентов интеллигенты получают плюс 2 к добрей окей плюс россия получает за получает модификатор противоречия изобрений пока идет принял за принятие закона всеобщее избирательное право плюс 15 процентов сроку утверждения минус пять процентов к шансу успешного утверждения либо закажите у дела из парижа пусть порадуются владимир сорокин получает модификатор унижения минус 15 процентов привлекательные заинтересованные группы минус 10 популярности и 50 процентов франции что ничего не произойдет либо интеллигенты потеряют одобрение заинтересованной группы давайте выберем вторую опцию интеллигенты я надеюсь вы не потеряете одобрение не потеряли скандал в области луганск полиция прикрыла при печально известный мужской бордель арестованный владелец сообщил что среди клиентов числится сергей витте и эта информация утекла газетчиком это наш лидер группы промышленники который является придерживается идеологии реформы если мы его заставим уйти неизвестно кто придет на его смену право собственнику стекуль дурное учреждение начальное обязательное начальное образование для нас есть а для этого нужна технология права человека и мы можем пытаться замять либо мы его отправим в отставку давайте пытаемся замять и надо учитывать что нам нужна технология права человека успеем мы дойти до фронта не успели ну ничего страшного так как бразилия бразильский мятеж уже является нашим протекторатом то они в любом случае не проиграют войну мы используем нашу так в бразилии где столица-то в рио-де-жанейро отлично мы сделаем морское вторжение в рио-де-жанейро ну а эта армия может идти на тот фронт ничего не происходит а вот началась там движуха вот хоп-хоп начали продвигаться наши войска отлично так стали литейные ой уже казармы пошли прямо очень хорошо так ну и соответственно даст казармы строятся и нам нужно увеличивать наше количество генералов ну или их уровень в данном случае на или интеллигент и максимального уровня чтобы дать максимальную силу группе интеллигенты отлично потому что это вторжение должно пройти успешно плюс мы идем с этой стороны по земле вполне себе продвигаемся неплохо так что бразильский протекторат готовься ну и как видим до казармы строятся очень быстро и уже практически готовых скандал статья в которой владимир сорокин заявил что член группы профсоюзы посещает любовницу привела законодателей в ужас сорокин прям посмотрю активный какой-то что примечательно случилось это в разгар обсуждения закона все и общее избирательное право тактичность и дипломат в роли правительным минус 20 процентов радикализма политического движения плюс 20 процентов скорости улучшения отношений роли лидера заинтересованы группы плюс один к одобрению заинтересованы группы плюс два процента привлекательности заинтересованной группы для групп населения как и гитатор плюс один процент заинтересованность для групп населения наше правительство должно отвечать высоким требованиям владимир салокин получает плюс 10 популярности александр герцин получат минус 20 популярности минус 10 процентов привлекательности заинтересованы группы и минус 10 процентов шанс успешного утверждения закона александр герцин лидер группы профсоюза с идеологии республиканства у нас не очень интересует либо вернуться к обсуждению закона владимир сорокин получает привлекательно заинтересованной группы и популярность всеобщее избирательное право минус 5 процентов вероятности принятия ну давайте выберем вторую опцию тесна все все казармы построены то есть как только эти батальоны будут натренированы а так как мы их все тренируем в одном штабе это займет какое-то время но тем не менее это вырастет за счет этого армия балтика до увеличится до 100 человек и это уже существенно в охотской держать большую армию постоянного нам уже смысла нет раньше можно было потому что опасались вторжение опасали могли опасаться великой цен но сейчас они уже не будут для нас представлять такую угрозу нас остается вероятность того что североамериканские соединенные штаты могут прийти но я думаю что если у нас будет война с север с америкой то мы что-нибудь придумаем крайнем случае мы дадим сюда ополченцев и воспользуемся ими я вот думаю какую армию нам дальше развивать наверное будем развивать наступательную армию потому что им имеющимися армиями противостоять крупным странам уже будет сложно нужно увеличивать количество и пехоты и артиллерии но в первую очередь артиллерии но так как количество артиллерии не может превышать половину от общего числа 9 батальонов в армии то нам нужны и те и другие поэтому давайте мы добавим добавим в очередь строительства несколько казарм я думаю что мы доведем эту армию до двух сотен сейчас она 101 будет 201 для этого мы сделаем отсортируем по штабу и посмотрим я хочу где-нибудь в сибири начать тренировать людей 5 человек на камчатке он 5 батальонов или дивизий как они все время все время путаюсь как они где называются батальоны так 10 в охотске 10 в якутии 10 забайкалье давайте 5 в иркутске мы сколько получили 40 еще 10 надо выбираем давайте вот внешнюю маньчжурию но нет не внешнюю хотя можно и во внешней 5 сюда и 5 в южную маньчжурию теперь кавалерию о не кавалерию артиллерию выпад начнем западной сибири 10 томск 10 в тобольск 5 на урал 10 пермь 35 еще 15 ну и давайте вернемся в маньчжурию 5 во внешней и 10 южный немножко рискованно потому что в южной маньчжурии недавно предсоединенные регионы в нем могут впихивать всякие нехорошие события отделения революции так далее но будем надеяться что этого не произойдет так мы дошли до них да мы уже начали строительство в этом регионе соответственно давайте мы включим здесь дорожные службы и жестокое подавление жестокое подавление дает 50 процентов на 50 процентов снижает штраф области от беспорядков на 2 процента увеличивает смертность от беспорядков этот штраф на данный момент составляет 48 с половиной процентов только мы включаем жестокое подавление штраф снижается до 23 с половиной процента до смертность плохо но этот регион в нем много большое население нам нужно как можно быстрее будет здесь все это дело построить и чем быстрее мы это построим тем быстрее снизится уровень беспорядка потому что уровень жизни людей начнет расти у них появится работа они будут зарабатывать деньги и смогут себе позволить жить лучше соответственно они будут меньше бунтовать вот но на этом на сегодня наверное закончим продолжим уже в следующий раз эту войну закончим и будем уже смотреть приценивать прицеливаться что мы можем сделать с и по с китаем дальше через три года всем счастливо